I have ways of blowing things off Здорово, ребятушки! С вами Ладушки и Фрея, которая сошла к нам на огонёк. Давайте быстренько посмотрим, возможно, мы что-то упустили в вечерней молве. Так, ну-ка назад. Космическое свидание. Вот, я пришелец, тот, сёд, это мы читали. Давайте посмотрим отель в стиле киберпанк. Обслуживание номер 512. Заказ поступил примерно в 22.30. Я болтался без дела, другими словами, ждал заказа. Мне было... А чё так медленно прокручивается? Вот так, ну так резко, ладно. Мне было велено наставить бутылку вина и пару презервативов в ранее упомянутый номер. Да, время от времени бывает и такое. Поэтому мы всегда держим под рукой всевозможные полезные мелочи. Администратор выдал мне всё нужное и отправил в номер. Уже через пару секунд я стоял в вестибюле и ждал свой лифт. В какой-то момент к лифту подошёл один из постояльцев, нажал на кнопку вызова и обратил ко мне взгляд полный интерес и изумления. Я ответил стандартной улыбкой персонала отеля, на что он улыбнулся мне в ответ. Мы вместе вошли в лифт, он нажал кнопку третьего этажа. Поначалу всё было нормально, но тут постояльц достал из своего кармана телефон и начал снимать меня на камеру. Опять 25 пронеслось у меня в голове. Я никак не отреагировал на его выходку, точнее мне нельзя на такое реагировать, такая вот работа. Мы поднялись на третий этаж. Гость вышел из лифта, не переставая снимать на свой телефон. Дверь закрылась через несколько секунд, я поднялся на пятый этаж. Я вышел из лифта и направился в сторону номера 512. Встав перед номером, я позвонил в дверь, чтобы оповестить постояльцев о своём прибытии. Пришёл, донёсся женский голос, ткут изнутри. Дверь открылась. Дорогой, поглядя, не вправду посылают на обслуживание роботов? Крикнула вглубь номера женщина. Как клёво. Я готов биться в заклад, чтобы парню было плевать на меня. Ему было интересно лишь задница его пасси, с которой он и планировал воспользоваться всем, что сказал. Погоди. Ладно, презервативы, бутылкой тоже. С ним же можно сфоткаться, да? Поинтересовалась девушка слегка тошнотворным, притворным, сладким голосом. Конечно, малыш. Погоди, ты уверен, что стоять с роботом в обнимку? Безопасно. О, похоже, парень умеет думать не только тем, что не умеешь ног. Да брось, а что может случиться? Я слышал, у них даже есть роботы для занятий сексом. Я уверен, что от простых объятий ничего не будет. Но я-то совершенно другая модель. Что дальше? Терминатор обниматься полезешь? Негодовал я про себя. Улыбочку. Три, два, один. Вспышка. Какой милаха, правда? Что-то я надеялась на чуть более человечный вид. Может, технологии пока просто не дошли до такого уровня? Сказала та, кто даже смысл фразы смотрите, но не трогайте, понять не в силах. Малыш, может, не надо больше? У робота явно еще дело есть. Просто... Или дела. Да, дела. Просто возьми заказы, дай ему вернуться к работе. Они забрали свой заказ и закрыли дверь. Ох уж эти люди. Как они вообще умудрились до сих пор не вымереть? Спросил я, возвращаясь обратно на пост. Ну, робот, который умеет так мыслить. Это... Это да. Что ты хочешь, Фрея? Кстати, у него такой прикольный чехольчик на телефон. Это лиса, скорее всего, или белка? Еще чего-нибудь? Пока нет. А, кстати, да, я вспомнил. Это же мы до сих пор сидим в прошлую ночь. Ну, типа... Мы читали книгу, да? У меня просто был немножечко перерыв в запись. И я сейчас пытаюсь вспомнить, что было в прошлой серии. Закончу читать, закажу. Ну, ладно. Не буду тебя отвлекать. А что, блин? Ничего себе. А кто-то... Ого. А, это ты. О, Аквия. Не ожидал, что мы увидимся так скоро. Привет, Фрея. Добрый вечер, оладушки. Добрый вечер, Аквия. Как у вас дела? Все по-старому. Нет, ребята, все-таки следующая ночь. Просто мы читали, что ли? Что-то я на секундочку запутался. Сначала мне показалось, что мы читали всю ночь и под утро опять разговариваем с Фреей. Но, похоже, это все-таки следующая ночь. Неплохо у вас как? Неплохо. А у вас? Упс. Ведь уже спрашивала. Извините. Да ничего. Миртл... Миртл. 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 Какое же Миртлское имя? Ладно, Миртл тут. Пока только оладушки. Я и оладушки. Ну, теперь еще и ты. Вы договорились встретиться здесь? Нет, ничего такого. Просто думала, вдруг она сегодня снова сюда придет. Она же давала тебе свою почту, разве нет? Ага. Почему бы мне написать и не позвать ее сюда? У меня всегда срабатывает, если мне хочется с кем-нибудь поговорить. Я не хотела показаться бестактной. Вообще, это не так уж и важно. Просто я хотела обсудить вопросы, которые она и ее команда мне задали. В смысле, обсудить лично. Ну, ладно. Надо что-нибудь заказать. Не спешите, Акви. Я уже придумал, что закажу. Мне, пожалуйста, чай с лимоном и корицей. Так, берем чай. Берем лимон. Берем корицу. В таком порядке, как она и сказала. Поехали. Горьковато, кстати, выйдет. Да, ну. Готово. О, как симпатично. Если я не ошибаюсь, это называется русским чаем, да? Ну, не знаю, как у них это называется. Ну, с лимоном вроде, да. Я понимаю, почему они могут пить с лимоном. Но вот насчет корицы я очень в этом сомневаюсь. Так что... Так, у нас тут Акви. И про Акви теперь мы знаем, что она русалка, дружелюб... Русалка, тире. Спасибо. Дружелюбный интроверт родом из Атлантиды. Обожаю чай. Так, день рождения, ночью, где разработчик, это мы знаем. А по рецептам... Что у нас там? Тому вернись. Чай. Он нифига, вообще ни разу не русский. Несмотря на свое название, напиток произошел родом из Америки. Вот, я про то и говорю, что... Какое-то дурное название. Знаете, как эта фишка? Что в Америке называют русские горки, а в это... В России, так скажем, это называют американские горки. И в стране, например, называют просто веселые горки. Я не знаю, в чем эта фишка, но ладно. Вам знакомо это название? Не слышала когда-то. Я почти уверена, что из русского в нем только название. Вот, я про то и говорю. Оно родом из какой-то странной кулинарной книги, или вроде того... Вы правы. Ого, какой необычно занятный факт. Откуда ты это знаешь? Видимо, я слишком часто сижу в интернете. Мне так нравятся вот эти компании и люди, которые проходят за окном. А сколько ты пришла, Фрея? Я и не уход... Вот, да. Значит, она так и не уход... Фига себе, ты что тут сутки просидела? У меня душ... Вот это она сербает. Бу-бу-бу-бу. Хе-хе-хе. Сначала допей. Извини. Я спросил, а ты не уходила? Я шучу. О, было бы безрассудно с твоей стороны. Вот да, я про это же. Почему? Ну, и нет, я... Это не со зла. Просто нужно иногда делать перерывы. И вам тоже, оладушки. Не забывайте про отдых. Не забуду, спасибо. Спасибо за напоминание. Кстати, Аквия. Что? А ты откуда? Просто, ну, судя по тому акценту, ты не из штатов, верно? А, не, я из океана. О, так ты подводный житель. А ты, блин, не видишь, да, вот то, что, вот как она выглядит? Ёлки-палки, Фрейя, ты там вместе с волосами ещё и мозги себе покрасила. В чём прикол? А, родилась и выросла под водой. Почему ты перебралась сюда? Наверное, в погоне за американской мечтой. А твоя семья тоже здесь? А, не, только я. Ох, а почему так? Нашего народа, особенно у женщин, это проблемы с получением высшего образования. Я получила грант на обучение, вместе с теми возможность переехать. Вообще, я сомневалась, переезжать или нет. У меня... Ну, меня подтолкнули родители. Как давно ты здесь? Почти два года. Час твои родители сюда ездят? Никогда. Знаете, о чём я сейчас подумал? Ведь она ходит в очках. Как очки, линзы, как таковые, будут работать под водой? Ну, у неё же, скорее всего, она русалка, она же умеет дышать под водой. У неё есть жабры. Как это там работает? Ладно. Знаешь, как нам тяжело получить визу в Соединённых Штатов? Сочувствую. Ничего, мы всё равно общаемся. Мы созваниваемся по видеочату раз в неделю, а иногда и чаще. У тебя есть братья или сёстры? Ну, конечно. Мы жители океана. Моя семья, наверное, размером с весь Сиэтл. Ого! Как много. У тебя и правда так много родных? Нет, конечно. Я всего лишь преувеличила. Но если брать счёт всех детей и внуков моего деда, на сотни. Твоюж! У тебя, Фре... У тебя есть братья или сёстры? Есть. Думаю, их поменьше, чем у тебя. У меня есть младший брат. Он младше меня на 4 года. Тоже живёт в Сиэтле? Нет, он живёт в Сан-Франциско. Рядом с домом родителей. Я бунтарка, а он прилежный сын. Работает над какой-то высокотехнологичной штукой и присматривает за нашим отцом по выходным. Настоящий джентльмен? Да. Это точно. Раз уж так пошло. Как только закончу черновик, нужно будет к ним съездить. Определённо. Будь с ними пока есть возможность. Знаю. Ладно. Я хочу сделать заказ. Очередное эспрессо? Как обычно. Не мне тебе напоминать. Как хошь. Держи. Тройной или обычный? Давай тройной. Чё ты с тобой? Держи. Твой эспрессо. Спасибо. Горький. Как раз то, что нужно. Фига себе. Я думал, ты мне сейчас бунтовать будешь, что я тебе тройной сделал. Ну, ладно. Я на самом деле мог бы включить автомат, но если я включу автоматическое проматывание, то... А когда вставлять язвительные комментарии? Так что в ручном режиме дальше поехали. Итак, кто у нас... Мир... О! Новый персонаж. Добрый вечер. Добрый вечер. Чего я могу помочь? А, да. Не знаю, чтобы заказать. Может быть, что-нибудь для поднятия настроения? М-м-м... М-м-м... Вам не понравилось ничего из меню? Если хотите, могу приготовить что-нибудь по вашему рецепту. А вы... Слышали про СТМД? Извините, в первый раз слышу. Думаю, что смогу его приготовить, если вы назовёте мне ингредиенты. Ах, повезло. СТМД расшифровывается как Сусу Телур Маду Джахе. Что? В переводе с интенсийского, соответственно, молоко, яйцо, мёд, имбирь. У меня нет яйца, по-моему. Молоко, яйцо, мёд, имбирь. Ясно. Погодите, есть яйца? Конечно, есть. Они не на полке, но я добавляю их в напитки, после того, как смешиваю остальное с удовольствием, выпью. У меня телефон звонит. Чашечку, так. Молоко. Я забыл. Стойте. Молоко, яйцо, мёд, имбирь. А где я, извините, яйцо, мёд... Так, ну, мёд, понятно, имбирь... Нет, не корица, сброс. Молоко. Мёд. У меня есть мята, да, кстати. Имбирь. У меня же не было яйца, и к тому же, я могу только три ингредиента сделать, да? Ваши стенды. Ну-ка. У вас почти получилось. Прошу прощения. Может, поделитесь? Думаю, дело в мёде. Вам следовало добавить имбирь после молока. Молоко, мёд, имбирь. Ты сам сказал молоко, мёд и имбирь. И сейчас ты мне говоришь, что нужно было имбирь добавлять после молока, то есть... Возьмём заметку. Впрочем, сильно не волнуйтесь. Я объездил в Штаты, но не нашёл ни одно место, где подают хорошее СТМД. Простите, девушки, могу я у вас кое-что спросить? Конечно, спрашивайте. Чем нынче увлекается молодёжь вроде вас? В смысле? А это случайно не... Вот этот вот, он же кот. Это случайно не батя той... Это певица, актрисы, кошки, которая... Ну-ка, сейчас посмотрим. А вы, наверное, студентки? Нет, не студентки. Понятно. Можно узнать, сколько вам лет? Ведите себя как извращенец. Ну, почему? Отодвиньтесь обратно и держитесь на расстоянии. Ой, извините. Я не хотел вас напугать. Эй, ладушки. Просто мне... Что за старик извращенец? Фиг ли ты взяла, что он извращенец? Он находится в общественном месте. Он просто задаёт тебе вопросы. Причём без какого-либо намёка на пошлятину или на что-либо. Он просто поддерживает беседу. Я не знаю, с чего ты так взбеленилась. Фрея, почему ты мне нравишься всё меньше и меньше, как персонаж? Прекрати. Мне хочется... Понять, я в первый раз его вижу. Мне хочется получше понять молодёжь. О! Джорджи, слава богу. Как жизнь? Тут какой-то жуткий старик пытается с нами заигрывать. Да никто с вами не заигрывает. Блин, Фрея, серьёзно. Просто... Отстань. Где? Вы про него? Да. Только можно не так громко? Фред, мужчина, отец Рэйчел. Я про это и хотел сказать. Так, Рэйчел у нас... Брррр. Рэйчел это вот эта вот жена-кошка, да, которая... День рождения, 27... Да-да-да-да-да-да. Так вот, он же... Мне он показался сразу знакомым персонажем. Он попросил меня встречи. И я позвал его сюда. Не знаю, что... Завязываясь, старая извращенница. Сама ты молодая дура. А, ничего удивительного в том, что она сбежала. Ребят, знакомьтесь. Ферланг. Папа Рэйчел. Ферланг, знакомьтесь, Фрея и Оладушки. Зайти меня Хендри. Хендри Ферланг? Ну-ка. Просто Хендри. О, у него это котя маленькая. День рождения, 23-е. Ну, пока что все, что мы о нем знаем. Хорошо. Извините за происшедшее. Я не хотел ничего такого. Прошу прощения. Постойте. Хендри Ферланг? Да. А Рэйчел Флоренция ваша дочь? Да. Ферланг. Флоренция. Почему с разной фамилией? В чем подвох? Подвохов может быть сколько угодно. Что-то к фамилиям прицепилось. Я знаю кучу людей, у которых с детьми разные фамилии. Флоренция – это девичья фамилия моей жены. Ой. Извините. Рэйчел взяла ее в качестве псевдонима. Фрея. Ладно, пожалуй, пойду поработаю над своим романом. Уверена, что вам есть о чем поболтать. Давай, давай, кыш за свой столик и не показывайся до конца вечера. Э, Фрея, с тобой. О чем вы хотели со мной поговорить? О Рэйчел. Той ночью, когда вы довезли ее до дома, рядом с ней были какие-нибудь подозрительные типы? Ну, думаю, одна из них. Одна из них вела себя довольно подозрительно. Эй, я все слышу. Что? Я не преступница. Я просто пошутил. Она сидела здесь в кофейне и болтала с ребятами. В полной безопасности. Точно? А до этого? Эй, успокойтесь. Все в порядке? Просто, у меня такое ощущение, что она от меня все дальше и дальше. Я уже не знаю, как с ней разговаривать. Даже не знаю, о чем бы поговорить. Не знаю, чем влекается молодежь. О чем бы мы ни заводили беседу, все заканчивается ссорой. У меня три дочери. Мы постоянно ссоримся. Я уяснил одно. Нельзя постоянно их контролировать. Но необходимо находиться рядом, когда вы будете им нужны. Ну, или может просто их подкупить. Как-то раз я поссорился со своей старшей. Она неделю со мной не разговаривала. Я знаю, что она любит есть пиццу. Так что я пошел в урок и купил ее любимую. Я специально оставил пиццу на столе. И стал ждать, пока она не клюнет на наживку. Будто в засаде. Стоило ей взять кусочек той чудесной пепперони. Я, как ни в чем не было, взял другой и сел рядом с ней. Отношения между нами наладились благодаря пицце. Стоило нам доесть. Она сама разговаривалась. Так, что не угомонить. А вдруг проблема в ее любимом занятии? Райчел любит петь и выступать на сцене. Я горжусь тем, что она достигла. В ее возрасте, тем не менее, в индустрии развлечений нет места послаблением. Ни от лейблов, ни от СМИ, ни от фанатов. К тому же я не доверяю новому менеджеру. Райчел просто юная девушка. Что если к ней будут приставать? Или заставят принимать наркотики? Ага, заставят. Что произошло? Ну, ничего такого. Пока что. Я просто нутром чую. А вдруг у вас просто разыгралась паранойя? Не знаю. Возможно. Псс, ладушки. Мне нужно идти. Спасибо за напиток. Береги себя. Учапкала. Ну, а разве нельзя найти другого менеджера? Райчел уже есть 18, так что юридически она может подписать контракты без согласия родителей. Я пытался уговорить ее бросить сцену. Только каждый раз, когда я поднимаю эту тему, все заканчивается ссорой. Нет, но тут ты не прав. Нет, я понимаю, какие опасности там могут подстерегать, грубо говоря, ребенка. Но ты не прав в том, что ты уговоришь ее бросить сцену. Тебе нужно ее поддержать. Ну, как на мой взгляд. Мы, родители, практически связаны по рукам. Мы можем лишь помогать нашим детям и быть рядом, когда мы им нужны. Вот. Слушай, Джорджи. Золотые слова. Красавчик. Рано или поздно придется считаться с тем, что дети взрослеют. И с их выбором тоже. И учитывая все то, чему мы их научили, останется лишь надеяться, что они будут принимать верные решения. Знаете, есть игры с стратегией, когда ты напрямую управляешь юнитами. А есть игры, когда ты просто создаешь нужные условия. Например, если тебе нужно убить какого-то бандита, ты не берешь юнитов и говоришь им атаковать. А ты просто назначаешь награду за голову бандита, и тогда твои юниты как-то сами кооперируются, сами решают, что им делать, и сами... Например, тот же Киндом. Если вы помните, у нас была серия по Киндому. Кстати, если хотите продолжение, вышло несколько дополнений, можно записать, говорите. Но не об этом сейчас. Так вот. Вот дети, после того, как они взрослеют, они именно вот такие вот. Ты не можешь им напрямую говорить, сделай это или то. Ты можешь создать какие-то определенные условия для того, чтобы твой ребенок сделал так или не так. Но он все равно может решить по-своему. А если она будет принимать неверные решения? Ну вот, да, бывает такое. Люди иногда их принимают, хотя это неприятно, но... Я могу навести справки по вашему менеджеру. Если вам от этого станет легче. Сделайте одолжение. Ладно, как его зовут? Хаген. Фамилия Рассер. Хаген Рассер, понял. Это они упоминали в сегодняшней газете? В общем, если что-нибудь найдется, я дам вам знать. Погодите, нужно ответить. Мне только что позвонили. Нужно идти. Я бы с удовольствием продолжил наш разговор. Давайте как-нибудь встретимся. Знаете, я бы с удовольствием остановился и поболтал. Но не буду. У вас есть моя контактная информация. Звоните, если понадобится помощь. Погодите. Оп. Не погадит. Не погадит. Ну все, Хэндри. Как бы не волнуйтесь. Думаю, что все будет в порядке. Когда-то я сам был менеджером группы девушек. Я видел многое. Все было настолько плохо? Ага. Я изначально был против того, чтобы она вступала в поп-группу. Но моя жена, мать Рэйчел, говорила меня дать ей шанс. Знаете, такие уточнения, когда говорят, моя жена, мать Рэйчел. То есть, это же само собой разумеется. Если ты не развелся и не женился повторно, тогда можно сказать, что, типа, моя первая жена, вот мать Рэйчел. А вот сейчас вторая жена. Ну это такое же. С того самого момента, когда ее не стало, я перестал понимать, как общаться с Рэйчел. Она хочет заниматься своим. Я не знаю, что с этим делать. Что вы имеете в виду под своим? Хочет вести сольную карьеру певицы, модели. Это совсем другое, нежели участие в поп-коллективе. Я знаком с этой стороны шоу-бизнеса. Но с тех времен многое должно было измениться, верно? Ну, даже если и так, то вряд ли к лучшему. Она справилась с карьерой айдола. Идола, айдола. Еще и отучилась, и даже сольную карьеру начала. Кажется, она может из себя постоять. Вы так не считаете? Она еще не готова. Я не хочу, чтобы ей причинили вред. Вокруг много плохих людей. И каждый хочет извлечь из нее выгоду. Так и она из них выгоду извлекает. Чувак, это жизнь. Вы ее отец. Я понимаю, что вы волнуетесь. Тем не менее, не стоит ей мешать осуществлять ее мечты. Вот, кстати, Фрея, неужели ты очнулась? Я просто хочу сделать ей как лучше. Вот только лучше ли? Мне кажется, она рождена для сцены. Но она всего лишь юная девушка. Моя дочка. Серьезно. Это и есть ваш аргумент. Я не совсем это хотел сказать. Неважно, девушка или нет. Если продолжите в том же духе, сделайте только хуже. С вашим-то знанием вы могли бы помочь ей. Когда-то я была такой же упрямой девчонкой. Думаю, я могу дать вам парочку советов по обращению с подростками-бунтарями. Это ты-то, ага. Я бы с удовольствием их выслушал. Ничего, если я здесь еще побуду оладушки. Сидите сколько угодно. Ну, хорошо, хоть советы за кадром. Сироп от кашля, лекарство от больного горла. Так, ладно. Да они типа опять до утра просидели. Ну, хорошо. Понедельник. Давайте почитаем газетку. Что нам сегодня расскажут. И так, ого. На восточном побережье размещен военный персонал с целью остановить наводнение иммигрантов из Атлантики. А, это откуда наш гейм-дизайнер. Представители оборотней требуют от власти более доступного гневоутоляющего. Ну, это как проблема с инсулином в США сейчас, да? Я понял. Салахский врач арестован за эксперименты по клонированию... Клонированию детей. Насчет военного персонала с целью остановить наводнение... Наводнение иммигрантов из Атлантики. Это прикольная игра слов, кстати. Ладно, ребятушки. Так, да. На этом будем серию заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всем молодушек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok